что же делать когда на пороге гости и вот-вот они зайдут их же надо чем-то накормить и мы найдем сегодня ответ потому что у нас в гостях вероника гуляева доброго дня дорогие горожане мне очень приятно что я оказалась такой компании сегодня мы будем готовить действительно очень интересные закуски потому что часто готовят оливье селедку под шубой случается такая ситуация что вот вам позвонили сказали все мы едем и нужно оперативно это все приготовить мы сегодня постараемся вложиться ну максимально в 50 минут может быть в час и приготовим очень интересные закуски я думаю что вам понравится гуляева вероника викторовна шеф-повар с 20-летним стажем мастер кейтеринга знаток русской и итальянской кухни в данный момент работает заведующим собственного производства вайгуль считает себя настоящим фанатом вкусной еды и не боится экспериментов на кухне расскажите что же мы сегодня будем готовить так сегодня мы будем готовить вообще представляем ситуацию на пороге со своими подружками на выявленная свекровь да боже упаси да что делать ну значит ну например мы уже сходили в магазин муж у нас любит селедку в любом случае у нас есть хлеб мы сделаем какие-то быстрые бутерброды да свекровь у нас какая ну вредная женщина она у нас на правильном питании да и нам нужно что-то чем-то удивить ее ее подружек мы сделаем для нее куриные оладьи с свежими овощами никаких жареных гарниров но еще же мы должны удивить чем-то давайте сделаем ей панакоту она у нас местная жительница она любит натуральную продукцию значит ему что можем предложить у меня стоит в холодильнике например сливки в любом случае у каждой хозяйки есть какое-то варенье свежезамороженные ягоды да обязательно и вот нам нужно на повал просто сразить свекровку и не опозориться перед ее подружками мы им сделаем панакоту добьем ее прямо десертами да да сейчас мы здесь разложили но на каждой кухне хозяйка знает где у нее стоят специи где что достать более того я хотел сказать что я работаю в компании айгуль и вот эти все продукты они куплены там вот смотрите селедку мы продаем в таком виде когда я буду ее готовить я вам расскажу но сейчас что мы делаем мы начинаем делать панакоту почему потому что нам нужно первое это распустить желатин подогреть сливки мы первый этап сделаем десерта а потом уже перейдем к закускам и горячему и вот из этого набора продуктов мы приготовим три отличных блюда и это будут большие порции и очень красивые так ну с чего мы начнем давайте сначала включим нашу плитку нам нужна вот эта комфорка и вот эта комфорка на семерочку наверное да поставим такой не сильный огонь да не сильный огонь потому что мы будем венчиками помешивать сливки мы не будем доводить до кипения в данном случае это якутские сливки здесь 22 процента мы значит их выливаем вот в этот кошечек наверное побольше да так сделаем перельем их панакота вообще это десерт итальянцев так ну значит что мы ставим наши сливки на плиту добавляем туда сахар так так как в общем то собственно сахара много не надо мы вот пару ложечек наверное да добавим больше не нужно так достаточно и помешиваем венчиком до растворения сахара сливки мы не кипятим они у нас должны дойти вот до так теплого состояния давайте я попробую да так а я в это время тогда добавлю значит сюда в кушечек воду пока ты мешаешь сливки я тогда растворю желатин значит нам нужно ну от силы где-то 50 миллиграмм воды видишь я совсем налила на донышко возьмем наш желатин здесь у меня 40 грамм вообще в пачке стандартно идет 20 грамм желатина вот здесь 40 грамм нам нужно будет взять на сливки одну ложку раз это где-то 15 грамм и 10 грамм я добавлю для нашей малины будущей да так значит это будет у нас вот так и нам нужно включить вторую комфорку а может быть и не надо ты слышишь сахар там есть или он растворился уже уже растворился мы убираем нам сливки закипятить совершенно не нужно значит у нас это уже готово то есть должно быть очень быстро да конечно так убираем этот венчик со сливками нам нельзя его берем чистый венчик потому что если мы начнем готовить им венчиком у нас замутнится наш сок малины и ягода а этого нельзя допустить то есть у нас был должен быть четкий контраст хорошо давайте-ка я попробую и теперь растворяем на желатин пока сливки отставляем сторону в это время здесь 300 грамм 300 грамм малины соком она у нас растаяла в данном случае мы взяли и свежей мороженой это может быть брусника это будет тоже очень идеально со сливками то есть наш национальный до продукт вот поэтому мы что делаем мы просто добавляем также две столовые ложки сахара потому что малина сама по своей природе она кисловатая и всего лишь даем раствориться этому сахару мы ее не его не варим ничего просто вот так перемешали сейчас за счет жидкости этот сахар сам растворится в течение 10 минут так теперь мы снимаем этот желатин так мы ему сейчас вот так вот пусть он постоит у нас минуточек 10 до он у нас растворится до конца и он должен остыть остыть ну остыть не обязательно главное что он должен набухнуть вот я считаю что все таки здесь мало воды мы немножко добавим сюда водички отключаем нашу плитку вот все видите сразу стал раствор прозрачный вот наш желатин растворится сейчас 10 минут и вот это все уйдет состав воды станет такая нежная желированная масса сейчас ему нужно постоять я никогда не готовил панакота обычно всегда заходишь куда-нибудь в ресторан заказываешь и сидишь вот и вот на самом деле думают что это очень сложное блюдо вообще панакота это десерт с севера италии они его делали всегда с чистых сливок на основании желатина и ванилина а вот русские рестораторы они убрали ванилин или ну добавляет кто как и вели ягоду мы же любим очень мартышки наши северные обожаю вот это наверное все таки такая наша северная панакота виде мартышек и готовится на очень просто вот на самом деле посмотрите мы чуть-чуть подогрели сливки добавили туда сахар сейчас у нас уже видите желатин наш уже растворяется да вот про становится уже жидкость прозрачная вот так нужно помешивать и разгонять этот желатин до конца но уже не на плите а просто вот рядышком тепло а как вот понять что уже все мы когда увидите что у вас не будет уже крапинок никаких раньше вообще в панакоте я использовался ну использовалась рыба без костей да конечно же состав до рыбным клеем все клеили отводок шубы и так далее так и значит смотрите мы сейчас сторону отставим нашу панакоту дадим немножко постоять желатину и наверное сделаем фарш и вот когда мы начнем жарить наши тефтели куриные мы уже доделаем панакоту давайте поговорим немножечко об айгуль а вот я знаю что недавно гипермаркету исполнилось 25 лет до восемнадцатом году история игуль началась вообще с города нерюнгри когда-то в этот город приехала замечательная женщина габасова флида мергазимовна она приехала на север с мужем я не знаю тонкости но я подозреваю что тогда все ехали как и мои родители на север заработать денег и в общем история этой семьи закрепилась именно за городом нерюнгри она значит открыла первый магазин и на сегодняшний день у нее 41 магазин это магазины в якутске в алдане в нерюнгри в амурской области нижний бестях намцы это процветающий бизнес она работает более чем 600 поставщиков в ее команде находится поставок продукции у нее более 55 тысяч квадратных метров занятых под производство также в нерюнгри она занимается колбасным производством изготовлением чистой воды также у нее открытые столовые она кормит местных нерюнгринских горняков и шахтеров вот в компании я работаю уже год но я попала на 25-летие это действительно очень масштабно в команде нас работает 1500 человек на сегодняшний день я знаю что вы заведующий собственным производством да собственное производство находится в гипермаркете айгуль это пока львится все знают этот торговый центр собственное производство работает уже семь лет я посвятила этому производству сейчас год но я надеюсь что я буду работать долго в этой компании мне очень нравится динамика развития этой компании нравится коллектив есть люди которые пришли работать в эту компанию работают не до сих пор мне кажется это лучший показатель и там наисвежайшая продукция потому что вы там сразу же готовить и сразу же продаете да у нас значит пять цехов у нас есть пекарня собственно мы в среднем продаем день до 1000 булок в ассортименте хлеба салатная продукция у нас продается от 300 до 350 килограмм за 12 часов значит гая кулинарный цех это всевозможные котлеты куры и гарниры мы продаем до 150 килограмм в день а также у нас работают рыбные цеха мясное производство вам сейчас мы вышли на рынок местные говядины мы торгуем мясом мегина кангаласского улуса в перспективе у нас продавать оленину конину в общем хотимся попробовать вот именно в национализации в такой в этом году мы выпустили индигирку чего не делали до этого потом значит мы запустили новую линейку пельменной продукции это позы это два вида пельменей это вареники это колдуны я не знаю не все знают спрашивают что это что такое колдуны это фарш мясной и соленая капуста это все перемешивается залепливается в вареник варится то очень вкусно такое название интересное когда я в первый раз увидела мне как-то было непривычно а потом уже конечно да очень хорошо также мы запустили пельмени с семгой просто моя мама с камчатки вот эти вот колдуны и пельмени семга это наша еда из детства на самом деле мы достряпали такой делаются крупные пельмени и вот сейчас они лидируют у нас был вопрос а будут у нас здесь покупать пельмени с семгой но нашлись на такие и сейчас нам звонят и говорят можно пожалуйста сделайте нам и после обеда приедем заберем пельмени с семга и так интересно вот обычно всегда это другое мясо используется больше красное как правило но конечно можно живут там удешевить продукт можно сделать это с киты можно сделать с горбуши да но здесь ставка была именно на мое советское детство скажем так я вот оплатила свою мечту и я прямо настояла сказал давайте сделаем семгой потому что начинки кардинально если ты делаешь семга и делаешь например с китой они совершенно разные но есть секрет хочется с рыбы попробовать вот хочу значит берете киту берете пачку сливочного масла охлажденное вбиваете его фарш и добиваетесь вот этой сочности жирности а семга она своих жирах она вообще не нуждается у нее свое она королева конечно красной рыбы тут говорить ничего королева белков а вот омега-3 омега-3 для любой женщины вообще в самый раз какой продукт вообще пользуются самой такой огромной популярностью у хозяюшек вот на вашем опыте что самое лучшее раскупается у нас конечно это вы знаете люди у нас без хитростные это все стандартный набор самый популярный это оливье очень любят корейскую корейское направление салатов это значит корейский с мясом это фунчоза прям берут банками прям котлеты очень хорошо идут конечно куры это всегда продается всевозможное мясо запеченное очень популярная гарниры тоже пользуются спросом даже элементарная гречка участвую запустили новую гречку с грибами и с луком она у нас продается на ура хотят супы мы сейчас очень хотим ввести ступы я думаю что мы к середине февраля уже запустим это будет борщ это будет солянка и это будет рассольник тоже опять команда сомневается говорят ну кто будет покупать суп я говорю вы знаете когда я вот я же наблюдаю как это все продажи происходит просят даже детские каши с хозяйкой сейчас очень современная женщина очень много работают потом чё скрывать там все в гаджетах сидят да я же лучше посижу там в компьютере да что-то почитаю новое для себя узнаю поэтому приходит покупает готовую дочь и много вообще век наступил и он необратим век полуфабрикатов и век готовой продукции если хозяйка пришла и приготовила полуфабрикат мужья ну вы считаете что она приготовила самостоятельный полноценный ужин это я вам точно говорю так как я являюсь прямым наблюдателем того как у нас идут продажи кто это берет ну холостяки они вообще не стесняются у них селедка на первом месте селедка картошка мужчины очень просто покупают а женщины они уже выбирают вот у мужчины стандартный набор это фунчоза селедка картошка котлеты вот я сколько наблюдаю вот они берут если он взял селедку под шубой значит кого-то наверное он ждет в гости женщины они более избирательные конечно они уже стараются салатики такие подобрать задают кучу вопросов там курица с ананасами что-нибудь да у нас есть рулеты у нас есть три вида есть по гавайски мы делаем ананас и закладку в куриное филе заворачиваем рулеты потом у нас есть рулеты с черносливым и грецким орехом и черносливы и рулеты куриные с сыром и ветчиной надо же а вот вы дома готовите конечно это мое призвание я готовить начала с картошки так иногда же бывает такое что на работе так много готовят готовят а потом домой а это же призвание это это по другому не может быть я с я ребенок советского союза мы ездили на картошку я вот на это поле посмотрела и поняла что мне сейчас еще домой я приеду с родителями пойду свое картофельное поле убирать я сказал давайте я чего-нибудь приготовлю а всем казалось кошмаром именно идти готовить на класс и я вот каждый год на картошке я готовила такая прямо у вас школа у меня началась да с картофельного поля по большому счету у всех как-то из тех времен вы готовите готовлю постоянно регулярно даю советы занималась кайтерингом какое-то время готовила банкеты фуршеты выездные это очень интересная тема и первый раз я работаю за свою практику конечно когда-то я начинала со столовой потом я уже втянулась 20 лет я пришла работать в ресторан 22 года я стала уже шефом итальянской кухни в свое время и вся моя жизнь она связана с кухней и здесь я попала вот в такой первый проект где я работаю именно на домашнюю кулинарию и сейчас я стараюсь уже что-то мы сделали я хочу очень ввести такое чтобы человек пришел купил и поставил на стол и ахнули сказали о ничего себе ты как это где ты это взяла в каком ресторане ты это заказала и моя задача моя направленность сейчас делать очень много еды именно с в нашем собственном производстве такое чтобы человек пришел и сказал отдайте вот это вот это я вам поста я поставлю мне будет хороший стол и все подумают что я это заказал с ресторана то есть ваша задача сделать так чтобы еда купленная в гипермаркете она была не хуже той которая которая подается в ресторанах да мы сейчас у нас идет на это направленность давайте приготовим что-нибудь таком давайте так маргарита почисти большую луковицу я почищу чесночок есть какие-то лайфхаки вы уже столько работаете наверняка у вас есть свои какие-то интересные способы чистки какие лайфхаки какие такие лайфхаки нету ничего нету все натурально чистим режем и понеслась сейчас на самом деле ну что лайфхаки сейчас только кухонных приспособлений на самом деле я там у нас вечная борьба с чесноком очень много чеснока чистим в итоге мы покупали какие-то там специальные там трясли там этот чеснок и так далее да самый лучший лайфхак это с ночи замочить чеснок и он у тебя по утру будет выскакивать вот и все по луку сказать не могу один раз у нас пришел очень лук такой ядреный и наши чистить вообще его не могли в воде не его замачивали что они только не делали и в общем я решила что я гениальная женщина я поехала на строительный рынок и купила эти строительные очки же есть в общем отдела я на них эти очки у них слезы вот так вот брызгать эти очки это не помогло мы говорили же что это испарение луковое да как бы и из-за этого начинаются слезы нет лук он проникает через поры везде если он ядреный там никакие лайфхаки ничего не помогут так что не повторяйте за мной то что я делала он очень полезный и между прочим после него тем более в наших погодных условиях мне кажется очень сложно заболеть надо и чеснока включать дело в том что многие вообще не любят лук чеснок сейчас же там мода пошла в основном овощи на пару да вот любят вот этим брокколи капусту да очень а вообще вот в ресторанах ее везде подают в сухарях зажареную во фритюре так как мне лук резть я вам что-то кубиком мелко кубиком режем хорошо так а вот я знаю что в айгуле поддерживают социальные проекты можете об этом рассказать да мы берем на работу людей с ограниченными возможностями у нас есть девушка работает я ее зову про себя пчелка вот такого ростика у нас любимица наша ей купили значит лесенку и она на этой лесенке раскладывает конфеты пирожные также у нас работают ребята с церебральным параличом это лучше из грузчиков которые абсолютно работают еще у этих людей мне кажется есть особый ген доброты это вот я вам говорю как на духу вот сколько я с ними работала у них нету никакой злости их всегда они когда о чем-то попросишь они вообще всегда все сделают и эти люди очень ответственны они понимают как судьба влияет на них да и им всегда нужно быть на первом месте и при этом они не добиваются так какими-то амбициями они добиваются это именно трудом поэтому то что айгуль вот в айгуле есть этот социальный проект это конечно очень большое дело более того я сама узнала об этих людях очень много и у меня прямо очень только хорошее отношение так ну что же у нас луку нам вот этого хватит половинка луга половинка лука так мы сюда его отправляем может быть еще чуть поменьше ли так нормально большому куску рот радуется между прочим не слышала такого как это такая старая добрая поговорка я наоборот стараюсь всегда помельче резать чтобы в рот вместе сделать свекровка я вот думаю любит у нас много лука или нет может хватит ну давайте да не будет рисковать чуть-чуть чесночка ой чуть-чуть черного перца так капельку соли вот так добавим сильно мы солить не будем многие добавляют фарш замачивают хлеб кто-то трет картофель кто-то добавляет манку мы же в данном случае с вами добавим вот так чуть-чуть крахмала для чего он сделает нам связку продукта так потом мы значит добавим одно яичко и все это перемешиваем ложечкой как интересно ни разу такого и вот смотрите что интересно ведь с курицы можно обыграть очень много вот в данном случае здесь у меня куриная грудка они будут светлые но они будут постные то есть свекрови ничего собственно не будем перекармливать пусть она тоже будет понимать да куда попало вот а если мы хотим пожирнее то конечно же мы накрутим например фарш из куриных окорочков вот потом еще есть такой хитрый момент если мы хотим хрустящие котлеты получить в данном случае мы тефтели делаем извиняюсь то мы берем курицу и перекручиваем вместе с кожей ой да вы что да этим мы еще и жирность повышаем и плюс мы добавим хруст вот нашим тефтелям так ну собственно наш фарш готов долго мешать не будем так добавим а что чаще всего себе любите готовить чаще всего себе люблю последнее время я очень люблю рукаву я занимаюсь огородом это летний вариант зеленый салат и все лето мы конечно едим зима на самом деле стала очень просто питаться мне уже в пятый десяток до пошел и я вдруг оценила качество якутской кухни то есть вот я чаще всего я просто варю мясо какое-то суп какой-то варю мясо тушу со сметаной и например делаю рис или спагетти вообще очень люблю макароны конечно но если они правильно приготовлены уже отошла от тяжелых салатов да вот раньше же прям любили мы вот такие столы накрывать майонеза побольше сейчас вот даже к новогоднему столу я могу сказать что мы подходим уже очень так категорично это жареная рыба это жареное какое-то мясо в духовке точнее запеченное да нашпигованное это большое количество какого-то зеленого салата но оливье и селедку под шубой конечно никто не отменял классика есть классика классика есть классика это же не новый год если мы эти продукты не поставим так ну вот собственно вот так теперь мы это наверно я вот так тебе положу смачиваем наши руки и формируем вот такие небольшие тефтельки хорошая сковородочка нам бы все вместилось бы так обойтись наверно надо будет обойти а ну давай вот так так сделаем до 4 так но не такие прям мягкие неплохо да видите какая структура хорошая то есть тот кто любит лук вот я люблю лук для меня это идеально больше лука больше сочности да а кто-то не любит лук также можно его перекрутить если человек не любит лук можно добавить туда морковь нарезанную мелкой кубиком но чеснок в мясных изделиях он конечно обязателен он любое мясо облагораживает так а мы наверно знаешь мы с тобой сейчас сюда и все вместе сейчас сразу чтобы нам по два раза не жарить конечно но сейчас все ужарится так мы сделаем она там не слипнется нет даю слово профессионала но мне нравится такая текстура она такая мягкая нежно потом заметьте многие хозяйки что делают да они обваливают это в муке да вся кухня в муке все в муке ты в муке не надо вот посмотрите насколько мы аккуратно отработали да мы не пробуемся мы потихонечку делаем а сейчас самое время для рубрики продуктовая корзина чем же она наполнится в этот раз всем привет сегодня хочу собрать необычную продуктовую корзину надеюсь мне удастся вас заинтересовать не стандартными но очень вкусными продуктами начнем пожалуй с чесночных побегов я их просто обожаю это уникальный продукт потому что содержит очень много витаминов он очень полезен чесночные побеги улучшают пищеварение нормализует давление и в целом укрепляет наш организм в отличие от обычного чеснока он имеет более приятный мягкий вкус я обычно готовлю его с индейкой и соевым соусом и нарезаю как стручковую фасоль ну что ж а далее у нас восточная кухня и это конечно же лапша фунчоуза ее также называют хрустальной лапшой она богата аминокислотами клетчатками и белками обычно подают ее в холодном виде но я предпочитаю как горячее блюдо пока мы с вами выбираем продукты вайгуле для меня было удивлением что здесь также продают пельмени с семгой мы все привыкли что обычно пельмени подают с красным мясом но здесь собственно производство делают именно семгой говорят очень вкусно я конечно же не могу пройти мимо и возьму себе а следующий продукт подходит на гарнир и это нут вы наверное слышали о нем это у нас бобовые обычно я его замачиваю где-то на 4 часа в воде и затем его просто варю могу даже пожарить очень вкусно и вам советую также ну предпочитают вегетарианцы люди следящим за своим здоровьем спортсмены он содержит очень много белка я конечно же его возьму свою продуктовую корзину и вижу здесь кино он отлично подойдет для салатика я обожаю овощи и салаты поэтому следующий наш продукт это конечно же руккола обычно я добавляю ее с морепродуктами огурцами помидорами можно заменить и конечно же на курицу будет очень вкусно она имеет такой немножечко пряный горчично ореховый вкус а если вы хотите совсем необычный салат можете добавить кедровых орешек апельсинов даже свеклы все равно будет очень вкусно а для десерта отлично подойдет физалис он немножечко похож на помидоры черри по вкусу но имеет более сладкий приторный вкус некоторые умудряются готовить из него варенье я конечно так еще не пробовала но возможно именно сегодня куплю и попробую так как я сегодня решила поэкспериментировать и взяла рукколу мне кажется отлично подойдут к ней зеленые яблочки поэтому возьму-ка я себе килограммчик ну что ж моя уникальная продуктовая корзина готова я надеюсь вы тоже решитесь на кулинарные эксперименты всего хорошего вам пока так наши тефтельки уже начинают жариться но мы же не хотим прям чтоб они у нас были мега зажарены поэтому мы их прикроем крышкой пусть они там жарятся тушатся до такой процесс теперь мы вспомним о чем а наши панакоте так по наркоте ты можешь мне стаканчики смотрите какие у нас красивые стаканчики именно в них нас и будет красоваться панакота так прекрасно значит мы наливая сливки мы наливаем а где же наш желатин сначала желатин тогда желатин так вот он растворился у нас так мы его вот так сюда большую часть потому что для варенья нам принципе для малины нам так много не нужно так все вот мы перемешали сливки наши подстыли они такие прохладники все вот так хорошенько мы размешали и наливаем стаканчики сейчас вот очень любят такие десерты которые достаточно легкий в приготовлении изысканно выглядит изысканно выглядит совершенно да это очень важно знаете как инстаграм у нас с тобой еще остается сливки нам нужно еще пару стаканчиков здесь парочка стаканчиков вот так и вот смотрите что у нас получилось пол литра сливок у нас получается будет пять десертов да даже моя свекровь об этом и мечтать не могла в свое время какая красота и оператором достанется конечно так маргарита нам теперь это нужно поставить в морозилку а то есть мы ягоды не добавляем не смешиваем и сейчас сюда добавим нас желатин в эту ягоду этот первый слой у нас должен застынет застыть потом мы покрываем ягодой и опять остужаем и плюс собственно наш десерт готов это делается очень быстро а сколько в морозилке должна простоять вообще в идеале его нужно поставить в морозильник и оставить часа на три но так как мы торопимся у нас гости на подходе мы его поставим в морозильник и мы там его продержим минут 15 он у нас застынет и мы как раз потом добавим ягоду а за это время мы начнем делать наши бутерброды а мы обязательно продолжим все наши приготовления после рекламы когда мы идем в гости хочется конечно же собой взять побольше вкусностей побольше сладостей и сделать это можно в айгуле по очень выгодной цене панакота у нас уже в морозилке и значит пришло самое время доготовить наши тефтельки совершенно верно так они нас тут уже так поджарились чуть-чуть мы сейчас их перевернем готовятся они быстро это очень такое эффективное блюдо которое время занимает минимально посмотрите какой цвет у них красивый золотой да все мы сейчас их вот буквально чуть-чуть обжариваем еще убираем температурку пусть прям томятся томятся так теперь главное блюдо любимейшая наша селедка откуда ж она к нам пришла с норвегии да мы работаем только норвежской селедкой она поступает к нам в свежем виде не зря мы называем малосолкой у нас от засола и на продажу нашим покупателям проходит всего 8 часов ухты да поэтому она малосольная она свежая на классная месяц мы продаем почти 5 тонн малосольной селедки это самый лучший показатель из всех продаж нашего собственного производства за селедкой к нам едут со всего города очень важно сохранять продукт таким как мы начали его готовить изначально вот его как 7 лет назад сделали эту селедку по этому рецепту так мы ее готовим до сих пор секретный рецепт какой то не секретный рецепт а стабильность в засолке я бы сказала стабильность часах если ты ее продержал сутки все это уже будет не та селедка вот так ну что тут наши тефтельки жарятся мы наверное даже уже их отключим они у нас и так на огне дойдут и пускай они там постоят допустим не постоят нам нужен большой поднос вот теперь смотрите как интересно а у нас есть булка хлеба бородинского так это мы уберем меня удивляет что такое огромный поднос а вот и есть секрет вообще закуска называется бисмарк был такой отто фон бисмарк это очень знаменитый немецкий полководец он командовал в 1870-х годах и был такой момент что армию было нечем кормить он сказал господа мы будем кормить военных селедкой благодаря вот этому бисмарку на то что он кормил солдат черным хлебом и селедкой создалась такая закуска бисмарк она подается во многих ресторанах между прочим всего мира значит что мы делаем для этого мы берем булку бородинского хлеба а я называю эту закуску еврейской почему хочешь накормить гостей это вот 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 это лайфхак точно положи все вкусные закуски на хлеб люди увидят большой стол с подносами всякой еды и никому в голову не придет что он ест это на хлебе и при этом вы накормив компанию из 20 человек вы их накормите четырьмя булками хлеба грубо говоря батона там багета французского да и вот вот эти все закуски а представьте себе если вы возьмете эту селедку отдельно с луком положите человек просто возьмет один который любитель селедки он просто возьмет и сам съест эту тарелку а вот поднос уже вот селедки он уже съесть не сможет вот поэтому я называю это еврейская закуска все смеются всегда спорят со мной но тем не менее это факт значит я сейчас режу вот на такие ломтики хлеб маргарита а ты берешь сыр творожный в данном случае так и намазываем на каждый кусочек еще так как я занималась кайтерингом у меня вечная диалемма это выложить правильно закуску красиво на поднос поэтому я сейчас вот так тебе сразу положу ухты сразу то есть это должно быть все правильно а то одни начинает вот так кредит другой вот положит вот так у меня начинается психоз поэтому я всегда заранее говорю ребята геометрия в кайтеринге это первое с чего начинается вообще все да вся жизнь у нас наша в математике так но мы можем сейчас мне надо вот с этой стороны я просто а значит но если у нас направление идет так значит вот как мы подняли так мы и мажем все хорошо а я сейчас доненьким слоем каким слоем ой ну вот душа если просит много сыра тоже лет не надо то можно побольше вот так вот сам еще добавь еще мы бедно живем что ли в данном случае на у нас маскарпоне да вот он он же у нас такой генерал во многих десертах да да можно еще сыра добавить еще еще добавить конечно ухты ничего себе но у нас сыра много то есть у нас и хлеба достаточно да сыра много не бывает сыра много не бывает да я обожаю все мне нравится маскарпоне он такой достаточно универсальный для десерта подходит да 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 знаменитый тирамису делается только на основании маскарпоне вот так вот нормально да отлично вот все это я понимаю вот это вот уже такой хороший будет бутербродик у нас так что мы сделали ты мажешь маскарпоне я беру салатный лист а какой самое волнительное блюдо было вашей жизни которые готовили самое волнительное блюдо в моей жизни это когда я участвовал на конкурсе торбахова и я запекала утку в глине да и у нас был конкурс это был самобытная кухня то есть национальная кухня я там даже выиграла какой-то приз не помню вот причем я думала что я приду исправлюсь это юношеский максимализм да то есть сейчас я уже профессионал я знаю что я приду и приготовлю а тогда прочитав книжки я думала ну сейчас я тут ага глины значит возьму эту утку там запеку соответственно глина у меня это рассыпалось мне это конечно же все простили и я так вдохновенно там наврала что я готовила эту утку вместе с отцом все свое детство что было абсолютно неправда вот но как-то мне пришлось там вот выкручиваться поэтому мне пришлось наврать вот это самое волнительное даже сейчас вспоминаю мне кажется мне руки потряхивают потому что когда я поставила в духовку обмазав ее все причем ее нужно было жарить в перьях только вычищались внутренности она смотри засаливалась и вот на этой глине должны были остаться вот эти перья ну соответственно я вытащил эту утку всю в перьях это мне что-то тогда лет 19 было 18 но в общем это был большой конфуз вот это самое мое волнительное а все остальное то что я готовила им такие банкетные блюда это вызывало только восторг у меня на самом деле а было такое что когда они что-то вот прям ну не получилось в ответственный какой-то момент ну кроме конкурсного здесь знаете что самое главное признать что у тебя не получается и ты не нужно хитрить вот я вот вам рассказала за утку да нужно в некоторых моментах когда ты идешь на конкурс нужно обязательно подготовка ты должен это проработать на собственной кухне чтобы понять и исключить все форс-мажоры вот та утка в перьях она мне научила на всю жизнь мою оставшуюся не получаться не может моей жизни говорю такого больше не было потому что все остальное мы готовили по несколько раз причем учета подгоняли смотрели отрабатывали время температуру чтобы ничего не подгорело но бывает такое что допустим девушки приготовили еду у них не получилось и они говорят ой все готовка не мое у меня не получается вот как вот в таком случае себя поддержать немножко сказать что ничего страшного дальше готовить просто я не раз слышала подобные истории ну вы понимаете профессионалами же не становится сколько в жизни молодости когда там училась а сколько я вылила тесто блинного в ведро вот не идут блины и все вот ты вот хоть ты тресни сейчас у тебя любой блин выпечется благодаря тефалевской сковородке да а тогда же это был только чугун стряпой шторт разрезаешь внутри сырой это же не остановило меня так же по другим профессиям но сегодня не получилось завтра все познается только в тренировке невозможно без практики стать профессионалом поэтому что значит не мое все мое за что бы человек не брался он везде должен добиться результата допустим хозяйки приходят домой им тяжело после работы вот этим еще всем заниматься как полюбить это дело очень просто прийти к нам на производство купить пельмени вот у нас была клиентка в моей старой работе с моей старой работы она очень не любила готовить и вот в среднем она у нас заказывала еду на 60 на 70 тысяч в месяц и муж ее поймал на этом деле и что стало происходить мы ездили с котелками то есть приезжаем к ней она свои кастрюли мы и выложили значит быстро своей посудой обратно уехали реально вот случай жизни да мы скрывали то есть она скрывала от мужа а он даже потом и вопросы мне задался опять куда уходят деньги ну люди состоятельные поэтому она заказывала все от детского супчика своему сыну то что любит муж любимые салаты там что-то да и вот она сама там дома там зеленью посыпет на тарелку все это выложили быстренько она в холодильник мы рассказали что такое пищевая пленка что продукты не сохли вот для нее это было она там человеку 30 лет это было 5 лет назад она первый раз узнала что такое пищевая пленка как сохранить продукты до свежести но вы уже сколько лет в этом бизнесе вы очень много лет работаете с едой и как вы думаете со временем подход и отношения меняется к продуктам питания абсолютно сейчас вот мы ходим с моей невесткой и покупаем продукты в магазине да вот она видит красивую коробочку и я сразу беру и читаю состав я технолог и она мне говорит пожалуйста пожалуйста не читай состав я хочу это съесть а когда я читаю состав у нее портится настроение она уже это не покупает так вот к чему я это говорю мы здесь еще сохранили вот эту свою самобытность наши деды еще охотятся привозят нам с деревень мясо да мы еще растим свою картошку которую мы не затравливаем пестицидами овощи мы живем вообще вот в данном этапе то что происходит в стране на в пищевой индустрии мы сейчас являемся самой счастливой наверно с речевым регионом во всей российской федерации потому что взять уже приморье и так далее да конечно же все уже к сожалению все на пестицидах и на химии мы себе можем здесь позволить все есть свежим я знаю что айгуль он очень поддерживает тут именно местную продукцию мы работаем с компанией саюрий это в одном из улусов забыла название извините сейчас выращивают свежие помидоры и огурцы вот кстати продукция это вот оттуда вот мне хотелось бы самой бы съездить туда и посмотреть как это все на батареях они там выращивают это же лампы то есть я сама занимаюсь рассаду мне эти красные лампы и мне бы хотелось бы туда с экскурсии съездить посмотреть как у них это все происходит потому что овощи не поставляет очень качественно на самом деле так я тут разошлась уши к и у нас останется один листок на котлеты ну да ладно вот у нас пошел значит салатный лист мы сделали теперь мы добавим вот сюда огурчик мне нужна красная луковица так не то есть надо ее нарезать кольцами да и да кольцами кольцами какой аромат потрясающий у лука пахнет это прекрасно карно пахнет так ну все значит мы сейчас начнем нашу селедочку делать так как вы раскладывать лук так лук мы сейчас будем ложить на селедку у нас тут целая такая башня получится так это мы отложим теперь мы берем селедочку а как правильно ее выбирать магазина селедку очень главное чтобы она не была если она старая видно ржавый цвет вот прям ржавчина выступать это уже не селедка это испорчено потом посмотрите вот эта селедка была почищена вчера вечером для меня да посмотрите она вся какая она масляная хорошая конечно у нее нету никаких желтых там каких-то прожилок чего-то да вот она сама сама себе вот это вот отдает вот это вот масло видишь что происходит так и мы теперь вот так вот и выкладываем теперь ты режешь лимон так на 4 части хорошо так вот так вот так разрезаешь потом напополам так и мы потом сверху это все да и мы сейчас будем сооружать нашу башенку а как она все это будет держаться мы все закрепим зубочисткой а сейчас небольшой перерывчик и через несколько минут мы обязательно вернемся не так вот так сейчас я выкладываю селедку на четыре части это очень круто конечно порезала да я тебе помогу надо было сделать вот так мы учимся правда и вот так тоненько-тоненько совсем вот прям так лучок я тебе покажу тогда я буду селедку потом резать а ты будешь формировать да здесь мы возьмем просто стрелку вот так с каждой этой и вот так положим сверху а вот лимончик мы положим вот так возьмем маслинку и мы их одеваем это прямо на всю съемочную команду хватит да вот смотрите при минимуме продуктов что мы получили ты поняла до задачу свою ложишь лимончик а я тогда буду ложить лук и селедку хорошо вот посмотри какая закуска красиво а так было бы скучно нарезали эту булку хлеба нарезали селедку пришла наша свекровка посмотрел сказал ты че меня тут селедкой собралась кормить а вот тут уже ничего против не скажешь все и вот такие закуски универсальные это может быть колбаса это может быть сыр обязательно везде нужен конечно зеленый салат он дает вот такой праздник колор да нет зеленого салата положите огурчик да то есть например если мы делаем салями то мы можем вместо оливки положить например черри половинку тоже будет очень красиво оригинально ну то есть это все на фантазию да но если ты себе пропишешь этот список на всю жизнь и будешь постоянно делать каких-то 6 позиций ты всегда будешь звезда стола никто вообще не врубится что это на хлебе все будут смотреть именно на оформление у нас же сейчас поколение что клиповое мышление у всех всем нужно красивая картинка да главное чтобы было инстаграм а если еще это вкусно то это вообще просто жизнь удалась у тебя я утришь так по-барски режу селедку да не стесняюсь прям да есть так и есть правда у нас селедка позволяет это все использовать так так красивая напрямую да такое ощущение праздника действительно родилась мне кажется любое любые посиделки можно действительно превратить праздник вот такими вот шикарными блюдами сразу настроение у гостей конечно мы с тобой не торопимся болтаем да у нас практически все готово мы сейчас панакоту сделаем пока у нас панакота будет подставать мы уже оформим блюдо с нашими тефтелями куриными я всегда думала почему то что у меня с оформлением прям какие-то проблемы чё подобного просто нужно знать технику вот техника решает все оказывается все очень просто не нужно бояться не нужно бояться все познается в ошибках сделала первый раз не получилось съедят я про дома то говорю конечно да съедят как миленькие потому что продукта берем качественный свежий вкусный но получилось корявенько немножко ничего страшного на следующий раз твой мозг уже запомнит а у меня было вот так я сейчас переделаю меня будет по-другому видишь везде симметрия сохраняется это очень важно потому что если я бы наложила селедку как попало уже было бы неряшливо вот очень важна симметрия вот вот это вот именно подачи посмотрите какая у нас красота получилась казалось бы вот такой вот небольшой хлебушек и сколько бутербродиков вышло очень красиво очень здорово а самое главное что оформление она кажется таким прям сложноватым но на деле она очень простое мы вам показали как это легко делается и это безумно просто и украсит любой стол и думаю свекрови понравится мы же можем положить здесь не только селедку да мы можем сюда положить и любую красную рыбу мы можем положить салями если мы положим салями и сыр например можно заменить наши маслины черри да помидорками то есть вариаций очень много запоминаем база это хлеб это зеленый салат и это любой сыр кто-то есть не любители сыра можно заменить майонезом да то есть но нужна подушка вот этой до сочности как бы скажем так вот собственно наши бутерброды готовы мы сейчас наверное оформим наши тефтели да и потом пойдем к панакоти доделывать и да у нас получилось так у нас получилось 66 тефтелей так мы их оформим очень просто твой подальше салата красота так на возьмем помидорки так в овощах мы стесняться не будем сейчас овощи любят едят их очень много поэтому мы так запустим сделаем вот такую штучку это как такой достаточно классический салат да можно сделать розочки но я не буду утруждать наших зрительниц потому что это все-таки нужен навык поэтому мы сделаем очень простую вещь сделаем вот такие надрезы значит смотрите каждый у нас срезается видите он идет по срезу и немножечко сверху так вот яблоки так обычно еще делают да и все можно так делать и мы вот так выпуск сделаем здесь вот так положим и вот такой выпуск небольшой тут надо подправить немножко секундочку мы давайте помогу давай ну давай ты значит будешь делать одну тарелку я вторую да ну не давай попробуем почему значит так ты взяла маленький помидорчик такая типа я вот тут сбоку так что мы делаем мы делаем два надреза под углом так с геометрией у меня в школе было плохо поэтому я не знаю какой угол у меня все тут по на глаз на глаз да так он не такой кривоватенький помидор ничего страшного я и говорю что мы же учимся это же процесс ничего никогда не получится если ты не будешь это практиковать ну конечно сегодня так завтра так даже обычная готовка может превратиться в целое произведение искусства если чуть-чуть подключить все очень просто вот представь себе ты дома вдвоем с мужем да ну вот совершенно же очень просто вот взять достать это все с холодильника поджарить эти котлеты там 10 там течение 10 минут и выложить это красиво на тарелку у тебя каждый вечер будет романтический ужин с мужем на самом деле да вот я не шучу я серьезно говорю а навыков то нужно совсем немножко то есть я не буду утруждать сейчас тут тяжелой техникой нарезки вырезки огурцов просто я делаю просто и как это может сделать любая хозяйка я додумаю в чем у меня проблема у меня оказывается нож меня подвел ну ладно ничего а вот кстати лайфхак пожалуйста тебе дай мне свой ножик вот эта керамика с этой стороны то есть мы не берем какую-то гладкую посуду когда есть вот этот шершавый любой ножик ты можешь подточить очень просто вот даже профессионально наточенные ножи у меня дома я всегда подправляю вот таким образом это у меня уже привычка я начинаю любую работу и такая бумс и вышла со стопора оказывается я уже ножи наточила это вот как бы нужно взять за правило и нужно салфеточкой вытереть обязательно на оформление у меня будет очень такое прям с таким моим почерком своеобразно чего страшного пусть все будет вот мы взяли так половина перца вот такая тарелочка хорошо ничего страшного ты учишься и это нормально вообще нужно уметь смеяться над собой если человек над собой смеяться не будет все человек пропал поэтому не надо бояться критики сегодня посмеяли завтра забыли сегодня обсудили завтра уже не вспомнили найдется другой человек каком можно поговорить огурец вот как его можно украсить у меня допустим и ну бывает частенько такой вопрос что же делать с огуречек но я не стала заморачиваться просто его так сделать для того чтобы его еще было удобно есть а вот у меня еще кстати вот идея появилась я вот хотела срез сделать посмотреть как это будет выглядеть вот мы ее поставили так и потом смотрим такую котлетку из домика выведем так какая красота ну возможно вот сюда можно там какую-то плошечку соусом до поставить если вы любители соуса так но мы за натуральность мы за свежие овощи и вот как раз последний аккорд вот все наша тарелка готова какая красота и у нас же есть еще панакота до панакота так мы сейчас достанем панакоту и доделаем ее когда вы идете по магазинам то старайтесь обращать внимание на желтые ценники именно они помогут сделать вам покупки еще выгоднее мы достали с холодильника уже панакоту нашу посмотрите какая она у нас получилась вот такая вот консистенция очень интересная ну немножечко надо было подольше подержать но ничего страшного гости у нас вот но на самом деле пока они придут и что-то поедят она у нас уже до конца подстынет и мы в идеале подадим но у нас 50 минут поэтому давайте покажем что же мы делаем с ягодами так значит вот наша малина сахар у нас растворился уже на самом деле вот я говорила да можно вообще наверное даже ложить варенье потому что вот натуральный сливок и наше варенье это очень будет обалденный вкус и вот остаточки совершенно вот ну сколько здесь ну 20 миллиграмм мы влили нашего нашего желатина перемешиваем не нужно чтобы это было круто может быть кто-то любит крутое желе да но я все-таки за выступаю за то чтобы это было более натурально поэтому когда она у нас подстынет она будет такой нежной такой да вот прям и мы добавляем сверху вот так по чуть-чуть по чуть-чуть вот мы сейчас разложим потому что малины мне кажется много не бывает о я обожаю малину да вот слышишь какой аромат идет до безумный буквально но можно в принципе взять мороженую малину давида можно можно да любую ягоду в принципе можно вот сегодня готовлю здесь мы же дело дело в том что вайгуль мы делаем именно малиновую панакоту а мне сегодня пришло в голову что все таки я запущу нашу настоящий наши брусники но самое главное когда вы отправляете панакоту в морозилку вам необходимо аккуратно это сделать для того чтобы ну собственно переливов да не было переливов и собственно была вот такая вот красота ну что же настало время попробовать все что мы приготовили и так вот ваша тарелочка спасибо вот ваша вилочка спасибо все и начинаем пробовать что же у нас получилось мне так интересно так тефтелька до тефтелька с куриной грудки вот заметь никаких добавок она просто во рту крутая вот реально не очень вкусные очень нежно получилось да вообще себя не похвалишь никто не похвалит вот всю жизнь себя хвалю очень нежно и прямо даже отламывать удобно обычно всегда когда за столом все сидят бывает котлеты ножом не распилишь а тут она тебе блумс и сама в рот просится так ну и закусочка конечно так давайте пробовать так селёдочка селёдочка очень вкусная прям такая простая закуска но за счет вот именно сыра очень вкусно получилось и лимончик такой кислинки дает прям так правильно очень вкусно я еще ни разу не видя как делают панакоту очень мягко кисленькая сахара в меру вот не надо много сахара ложить к сожалению современные десерты они страдают приторностью потому что очень много ложат сахара это десерт подойдет и не сладкоежкам и сладкоежкам вот смотрите вот если собрать вот у нас получилось 5 десертов поднос закусок у нас получилось 6 тефтелей плюс свежие овощи на вот это все я затратила 474 рубля да вы что то есть вы можете принять гостей потратив на это 500 рублей это просто потрясающе welcome к нам это просто шикарно вот на 500 рублей можно накрыть вот такой вот потрясающий стол все останутся сытыми довольными и будут рассказывать о вашем собственно доме всем и потом от гостей не отобьетесь на этой вкусной ноте мы с вами прощаемся спасибо вам огромное что были с нами пока 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 пока